Была эта яма, то есть изначально, но ее не было полностью видно, потому что она была засыпана щебенкой, а щебенка была засыпана, то есть не полноценно, и асфальтное покрытие было неустойчиво абсолютно. После чего автомобиль провалился под землю. И заслучилось еще 29 августа. Спустя сутки асфальтового плена авто Александра благополучно извлекли из ямы. Впереди же ремонт ауди и поиск виновных. Тогда вопроса у водителя возникло только два. Машина пострадала из-за некачественно уложенного асфальта, либо всему виной плохо засыпанный люк. Получить эти ответы сразу после происшествия не получилось, поэтому разъяснить ситуацию водитель решил лично на приеме у Александра Бойко. Вот только 20 сентября вместо Бойко встреча произошла только с его замом Николаем Рвачевым. А на следующий день на место происшествия прибыл сотрудник администрации. Мы не можем найти, кто отвечает за эту дорогу. И чья вот этот котлован, или кто это выкапывал. Представитель из администрации быстро установил, что дело тут точно не в качестве асфальта. Вот люк есть. Да, я заметил, что там люк есть. А может быть это подключение вот этого дома? Тут и скобы набиты. Водопровод закрывайте. Так и установили, что серьезно поврежденная иномарка – итог халатной работы тех, кто проводил воду к строящимся домам. В письменном виде я буду ожидать ответа вашего. Кто-нибудь вам ответит в обязательном порядке. Вы на прием записались, в обязательном порядке дается ответ. Почти три недели спустя ситуация с мертвой точки не сдвинулась. Ситуация не изменилась. И администрация города Орла не помогла мне ни в чем. Мне просто попросил Николай Григорьевич Голочев определиться, какой там люк. Как опытного человека мне послали определиться. Я сказал, что врезаю колодец водопровода. Все. А вот куда я был направлен, это я про не знаю. Поинтересуйтесь. Получается, что даже личный прием к чиновникам не является залогом какой-либо помощи. Не получив ответа в одной администрации, его просто отправили в другую. Единственное, что она помогла, это направила в администрацию советского района. Якобы в администрации советского района точно знают, кто копал там котлованы и проводил воду. И действительно, именно сотрудники административно-технического контроля помогли раскрыть тайну, покрытую мраком. Они установили, что это был водник Филонов Валерий Сергеевич. Также подсказали и адрес организации, и телефон директора. Водитель медлить не стал и сразу позвонил. Правда, ответ его вряд ли удовлетворил. По какому поводу вы меня беспокоите? Мой автомобиль провалился в один из котлованов, который не был заделом. Ну и что там случилось с тобой? Там, наверное, это нормально. Просила машину, у тебя продавилась, ну и что? У нас до человека надо приглашать сразу было. Извините, до свидания. Никакое давление не нужно от вас. До свидания. Все. До свидания. Итак, требуемый директором акт происшествия у водителей тоже имеется. Его составили инспекторы ГИБДД, которые выехали в эту же ночь на место происшествия. В нем четко прописаны и видимые повреждения авто. Когда уже известен виновный, будет сделана независимая экспертиза и посчитана сумма. Эта сумма будет взыскана с виновного. Как признается сам Александр, такие масштабные поиски он затеял скорее ради принципа. Ведь есть люк, яма и поврежденная машина. Но ответственных почему-то нет. Конечно, хорошо, когда у человека есть время, образование и огромное желание довести дело до конца. Но ведь это ненормально, оставлять людей с такими проблемами наедине. Но на деле полное безразличие. Чиновники не знают, что и где происходит. Так может, сети-менеджер сделает вывод из этого сюжета? Михаил Юрьевич, так тоже виноват из ваших подчиненных? Или эту ситуацию можно назвать вполне нормальной? И почему именно так налажена работа с населением? Ведь Александр записался на прием по личным вопросам к первому заместителю сети-менеджера. Но произошла встреча лишь с человеком, на прием к которому Александр и так мог попасть без проблем. В итоге ни один прием не привел водителя к цели. Александр искал ответственного почти два месяца самостоятельно. Ирина Комнатная и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.